Превышение уровня токсинов в воздухе Жителям Киева дали советы Киевлянам из-за загрязнения воздуха дали советы, как минимизировать риски для здоровья Киеве фиксируют повышение в воздухе содержания продуктов горения, формальдегида, диоксида азота и диоксида серы Жара и слабый ветер в последние дни способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе, что способно оказывать негативное влияние на самочувствие и здоровье Жителей столицы Об этом сообщили в пресс-службе КГА со ссылкой на Управление экологии и природных ресурсов горадминистрации Такая ситуация продолжается уже несколько дней Превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций наблюдается с 19 августа Где и чем загрязнен воздух? Превышение в воздухе диоксида серы, диоксида азота и формальдегида зафиксировано на Бессарабской и Демеевской площадях и на бульваре Лесио Диоксида азота и формальдегида на Оболонском проспекте Диоксида серы на проспекте науки Как рассказал и Начальника управления экологией и природных ресурсов КГА Александр Савченко Сейчас погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли Кроме того, в Киеве наблюдается высокий уровень пожарной опасности и все чаще возникают пожары в экосистемах Что делать в случае задымленности в воздухе, специалисты советуют проводить влажную уборку в помещениях Полезно также поставить емкости с водой, чтобы увеличить влажность воздуха Необходимо избегать дороги с массовым скоплением автотранспорта, не стоять возле них Возле таких дорог наблюдается превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки, обезжиренное молоко, молочную сыворотку, соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли Включить системы кондиционирования и очистки воздуха Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу Держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром При открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять Ограничить пребывание на открытом воздухе Ранее эксперт рассказал, что сушить постельное белье на улице опасно для здоровья Напомним, что недавно были названы топ-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ